Всем привет, ребята! Рад видеть вас на моем канале. Да, у меня произошло изменение, как вы заметили. Все, длина ушла. Столько комментариев было про то, что мне надо постричься, срочно постричься, ребята, хейтеры. Конечно же, я это сделал, потому что вы мне так сказали. Спойлер? Нет, потому что мне просто захотелось. Ну, а мы перейдем к теме сегодняшнего видео, потому что, наконец-то, у меня новый видос на канале. Очень рад всех вас снова видеть. Пожалуйста, оставляйте комментарии и будьте вместе со мной. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там я всегда, и за время отсутствия на моем ютюбе, я присутствовал там. И каждый день с вами общался и выкладывал что-то. Поэтому, пожалуйста, по ссылочке внизу, в описании подписываемся. Ну, а сегодня мы поговорим про знаменитостей. Абсолютно так же. Мне уже нравится эта рубрика, на самом деле. Или я как-то к ней прикипел. Когда мы с вами просто говорим о певцах, артистах, актерах и разбираем какие-то определенные тематики, связанные с ними. Например, мы с вами уже несколько раз обсуждали тему безголосых певиц, да, без каких-либо сильных выдающихся данных, которые смогли завоевать музыкальную сферу, российскую или американскую. А сегодня мы с вами поговорим про знаменитости и их фанатов. Про отношения между фанатами и знаменитостями. Про то, как артисты, певцы, певицы обращаются со своими поклонниками. Ну, и я думаю, что мы можем поскорее начать. Поехали! Под видео есть тайм-коды всегда, но я прошу вас просмотреть это видео целиком. Мне будет очень приятно. Погнали! Ну что ж, начнем с Григория Лепса. Ой, я обожаю этого певца, прекрасного человека. Лепс, на самом деле, на регулярной основе отвратительно ведет себя со своими зрителями. И мне вот, если честно, уже не смешно даже. Например, на концерте в Ледовом дворце он просто взял и расхерачил микрофон, а потом ушел со сцены. Аргументом после этого, когда он давал комментарии к такому поступку в СМИ, стал, что он серьезно приболел, видите ли. Ну да, алкоголизм это серьезная штука на самом деле. 80% населения ей приболевают. Ну, прекрасно известно, что Лепс, алкоголик, его кучу раз вытаскивали на сцену в непонятно каком виде. Он там еле стоял, падал. Насколько я помню, какие-то слюни текли. Бывало, что он выходил в хламину. Ну и регулярно человек сбивает людей, на самом деле. Это вообще классика, у нас не один исполнитель в этом топе будет, который бьет своих фанатов. То в клубе, потому что с ним не захотели поиграть в нарды, видите ли, да, на деньги. Я бы, на самом деле, с ним даже за один стол не сел. Это просто мерзость какая-то, а не человек, извините. Sorry. То фанатам отбивает... Че он там отбивает? То фанатам руки отбивает или ломает телефоны. И кто-то реально оправдывает это поведение в комментариях. Говорят, ну он же предупредил, что не хочет, чтобы его так близко снимали. Но, а, его снимают не на улице, не его частную жизнь, а на концерте, где это абсолютно нормально и допустимо. Всегда на всех концертах, давайте будем честны, все с телефонами стоят и снимают. Б, закон о порче имущества никто еще не отменял. За это есть отдельная статья и определенные наказания. Вот вы бы, ребят, после того, что я рассказал, пошли бы на концерт Лепса? Я бы даже за миллион долларов не пошел. Хотя у этого артиста действительно есть голос. Если бы он, конечно, под фанеру не пел везде, было бы еще лучше. Двигаемся дальше. Селена Гомес. Селеночка, в первую очередь, моя бусинка. Я ее фанат, кто не знает. Да, я думаю, уже все знают на моем канале это. Всегда была крайне внимательна к своим поклонникам. Адекватным поклонникам хочу заметить, потому что у нас не всегда в фандоме селенаторов есть психически здоровые люди, так скажем. Например, она практически никогда не отказывает поклонникам сделать совместную фотографию. К примеру, даже когда девушка опаздывала на съемки сериала, на съемочный пул, офигенного сериала «Убийство в одном здании». Мы реально с родителями его захлеб смотрели, ждем четвертый сезон, который в конце лета выйдет. Увидев своих поклонников, она не просто отказала им фотографии, а пообещала им, что вернется специально для них. И сдержала слово. То есть она отснялась, специально пришла, вспомнила про них и сделала фотографии. Это очень прикольная штука, очень приятная и, конечно, заслуживает отдельной любви от нас селенаторов. Также у Селены есть фанат, который болен тяжело, болен раком. Он выложил видео в ТикТок, где заявил, что он самый главный селенатор. Ну, после меня, естественно. И что он очень сильно мечтает встретиться с Селеной. И, казалось бы, это спокойно могло пройти незамеченным. Но нет. Селена сначала сняла дуэтное видео с парнем, а потом договорилась о встрече. И на свет появляется уже их совместное видео. Ну, а дальше щедрая икона организовала вечеринку по случаю дня рождения Тима в главном офисе Rare Beauty, ее косметического бренда. Также молодой человек Селены, надеюсь, временный, потому что заслуживает она лучшего в виде меня, сказал в интервью, что однажды они с Селеной встретили заплаканную фанатку, и певица подарила ей все имеющиеся у нее с собой блески для губ Rare Beauty. И даже тех, которых еще не было в продаже. Щедрая икона. Это я еще молчу о благотворительных действиях. Филантроп, она, конечно, от бога. Мало того, что она состоит в программе благотворительной ЮНИСЕФ, аж 2009 года, когда ей было всего лишь 16 лет, так еще и человек пожертвовал, внимание, 200 миллионов долларов. Да-да-да, это как бы у некоторых певцов весь их заработок. Для помощи программ, которые занимаются поддержкой психического здоровья населения. Лучшая. И если вы вдруг покупаете продукты от Rare Beauty, то знайте, что вы вкладываетесь на благо общества. Филипп Киркоров, наш дорогой, который просто, ну, Филипп это Филипп. Мне кажется, его выходки, назовем это так, знают все. В основном человек делает это с женщинами. Потому что прекрасно понимает, что они слабее и не могут дать должного отпора. А жаль. Надеюсь, ему когда-нибудь попадется какая-нибудь бодибилдерша. И тогда просто... Дядя систематически избивает своих поклонниц. То пощечину даст, то я молчу, что он сделал с журналисткой Яблокова. Он развернулся и ударил мне пощечину. Повернуло голову, меня взял за волосы, спустил меня с этого подиума и начал пинать ногами. А потом еще и в программе у Малахова дебильно вел себя, что на него, видимо, какие-то демоны напали. Что-то вот он такой... У него что-то в голове было не то и так далее. Дядь, иди к психиатру тогда, если у тебя что-то в голове не то. Ну, это я еще молчу о многих мелких. Хотя, я думаю, для людей, участвовавших в этом, это были не мелкие проблемки. Потому что он может спокойно задрать своей фанатке юбку, например. Может спокойно потеребонькать грудь поклонницы. Прям при всех. Ну, в общем-то, мне кажется, тут все ясно. Жду ваше мнение в комментариях. Конечно, Филипп прекрасно поет, и у него есть мощные вокальные данные. Но я бы на его концерт не пошел. Потому что такое поведение, по моему мнению, неприемлемо. И я не хочу его поддерживать в виде оплаты билета. Сорянба. Я думаю, что Филипп немного потеряет от этого. Филипп, извини. Любовь, цвет настроения синий. Точнее, у меня белый, судя по всему. Юля Волкова и Лена Катина. Группа Тату была неимоверно популярна. Они самые известные в мире русские артисты до сих пор. И, казалось бы, у солисток абсолютно по понятным причинам помогло бы вскружить голову. Но, тем не менее, этого не произошло. Юля и Лена регулярно, еще со времен динозавров, устраивают фан-встречи. Причем иногда даже у своих домов, прям у подъездов. Такая Юлечка вышла из подъезда в домашнем, да, мусор выкинуть. И заодно на фан-встречу сходила. И самое главное, что девушки абсолютно не боятся, что кто-то, видите ли, спалит их адрес. Потому что все прекрасно понимают, что уже каждый, кто хотел, да, знают, где живут их кумиры. Я вот, например, знаю, где живет Юля Волкова исключительно потому, что она жила, ну, и живет со мной в одном районе. И я постоянно вижу ее дочь. Мы с ней учились в какое-то время в одной школе с ее дочерью. И, по-моему, даже если не ошибаюсь, в детстве, может, на площадке детской пару раз пересекались, насколько я помню. Вот. Я и так прекрасно знаю, где она живет. Слава богу, я неодержимый фанат. Но группу Тату люблю. Особенно первые два альбома. Конфеточка. И, кстати, важно заметить, что девушки на эти фан-встречи у подъездов, да, господи, это, видимо, бабки, которые у меня внизу собираются, это тоже фан-встреча. Теперь буду знать. Они приходили без охраны. Что меня крайне удивляло, потому что все-таки, да, фан-встреча фан-встречей, доверие поклонникам, доверие поклонникам, но какая-то базовая безопасность, да, и человек, который в любой момент сможете защитить, мне кажется, должна присутствовать. Джастин Бибер. Джастин редко отвечает за любовью к своим фанатам, ну, будем честны. По данным TMZ, в одном из предполагаемых случаев в 2013 году радиоведущая из Северной Каролины невинно тренировалась в том же спортзале отеля, что и Бибер, и часть его сотрудников. Далее девушка попросила его сфотографироваться, и, в общем, сообщается, что Бибер отказался, а затем он и его друзья предположительно начали издеваться над женщиной, которая утверждала, что Бибер или кто-то из его команды грубо выплюнул жвачку в ее бутылку с водой, пока она не видела. Она даже сделала глоток этой водички святой. И хотя представители Бибера, естественно, опровергли эту информацию, это был не единственный раз, когда его обвиняли в том, что он плевал в людей, да, или в их вещи, или в их стаканы. Любитель поплеваться, ну, верблюжонок прям самый настоящий. В том же году TMZ также сообщили, что помимо нескольких других предполагаемых инцидентов, певец, очевидно, плюнул фанатов, собравшихся вокруг отеля в Торонто с балкона его номера, и что кто-то заснял этот инцидент на камеру. Так что Бибер любитель поплеваться. Если кто-то хочет, чтобы на него плюнули, да, есть такие наклонности, пожалуйста, вперед. Но стоит отметить, что Джастин, так же, как и большинство западных артистов, не понимаю, почему это у нас не развито, регулярно участвует в благотворительных сборах и проектах. Например, он раздал воду странам третьего мира, помогал осиротевшим детям и вкладывался в образование. 7 февраля 2020 года Бибер пожертвовал 100 тысяч долларов Джули Кокер, 22-летней фанатке, занимающейся вопросами психического здоровья. Кокер рассказала, что ее собственные прошлые проблемы с психическим здоровьем побудили ее работать над ментальным здоровьем населения в дальнейшем. Так что Джастин отчасти молодец, то есть нельзя сказать, что он как бы плюет полностью на своих фанатов, как это делают наши парочку пивасов в этом топе. Но все же такие неприятные инциденты случались. Это то же самое, что Ариана Гранде тогда облизала, да, пончик, вот, который кто-то потом наверняка купил, да, это камеры зафиксировали. Но она огребла свою дозу хейта. Двигаемся дальше. Леди Гага. Один из самых примечательных моментов произошел в шоу Гаги в Питтсбурге в 2017 году. Она привела на сцену 12-летнего фаната с аутизмом и исполнила Million Reasons, сидя рядом с ним за фортепиано. Также, когда у Гаги произошел форс-мажор, и она была вынуждена перенести свой концерт в Монреале, всей ожидающей очереди была раздана бесплатная пицца, чтобы ребята не голодали, ожидая ее. И это реально очень милый поступок. Я бы с радостью подождал бы часик в таких условиях, если нужно было бы. Кроме того, она делает паузу во время концертов, чтобы прочитать сентиментальные письма фанатов. Реально очень сильная часть ее шоу, трогающая и сплочающая Little Monsters вместе. Я, кстати, тоже монстрик с альбома The Fame Monster. Так что уже сколько лет? Много, короче. Я вместе с Леди Гагушкой. Ну и также Гага регулярно участвует в благотворительности. Она даже создала свой фонд Burn This Way, где помогает людям справиться с жизненными трудностями. На данный момент уже реализовано более 1630 проектов, посвященных психическому здоровью в фонде. При землетрясении в Японии Гага тоже активно участвовала в сборе денег на поддержку населения. В том числе своих фанатов. Ну и, конечно же, еще множество случаев вложения денег у Гаги. Можете загуглить. Это просто огромный список какой-то. И это заслуживает просто огромную дозу уважения. Ну и замыкает наш топ на сегодня Олечка Бузова. Оля, несмотря на полное отсутствие таланта и способностей, да, все мы знаем, как она поет вживую. Мне больше не больно, больше не больно. Человек на нашей эстраде, который действительно любит своих фанатов, который следит за ними, да, и старается всегда с улыбкой подходить и взаимодействовать. Вспомнив хоть ее ресторан, тот злосчастный, который она открыла на Цветном Бульваре. В день открытия она решила накормить всю Москву. Там такая очередина была, я прям помню. Наверное, поэтому он так быстро обанкротился и закрылся. Ну и, конечно, Оля не забывает паразитировать на своих поклонников. Ведь чем ближе держишь своих фанатов, тем больше их активность и любовь. Поэтому Оленька и песни им посвящает. И называет «Мои люди». Вы мои люди, и я вас люблю. Что программирует поклонников оставаться верными ей? Ведь «Мои» это автоматическая принадлежность. Это связка. Умно, умно, реально умно. Оле, вообще, нужно сказать, очень хорошая пиар-команда. Собралась и пиар-система. Те, кто ей занимаются, большие молодцы. Менеджеры, СММщики, вы просто огонь. Я мечтаю тоже с вами поработать, потому что это прекрасно. Реально. Постоянно, каждый день, в заголовках, на всех каналах, телеграм-каналах. Оленька всегда во внимании. Ну, и именно поэтому у нее так много поклонников, несмотря на то, что таланта практически нет. Но упорство и определенные правильные действия собирают вокруг Оли всегда толпу людей. Ну, а на сегодня все. Увидимся в следующих видосиках. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть во второй части, и вы считаете действительно любящим своих фанатов, или же плохо относящимся к ним. Буду ждать. Согласны ли вы с моим мнением, с моей позицией, тоже пишите в комментариях. И какие бы видосы вы еще хотели видеть в таком вот жанре, где мы с вами обсуждаем, да, несколько знаменитостей, их поступки, их творчество, анализируем, рассуждаем. Пишите в комментариях темы. Мы обязательно выберем и снимем это. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся в новых видосиках. И всем пока-пока. Пишите в комментариях.